Привет! Не знаю, что у вас, а у нас на Новой Одессе уютный субботний вечер. Сегодня у меня в гостях Евгений Бубер, директор одесского тюза и автор пьесы, по которой поставлен премьерный спектакль театра «Аншлаг» Александр Мордань. Но прежде чем мы узнаем, что нового в тюзе, кроме премьеры, может, что-то еще и найдется, каратенечко новостью культуры мира и страны. Новый клип рэпера Псай запретили на корейском телевидении с формулировкой, что ролик поощряет антисоциальное поведение и может стать плохим примером для молодежи. На официальном канале Псай на YouTube его уже посмотрели более 150 миллионов раз. Ждем волну вандализма. С 26 апреля по 14 июля 2013 года на территории национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве можно будет увидеть передвижную выставку о Леонардо да Винчи и его произведениях «Гений да Винчи». Более 200 экспонатов демонстрируют весь диапазон одаренности да Винчи, как изобретателя, архитектора, художника, анатома, скульптора, инженера, музыканта и философа. Некоторые модели построены в натуральную величину, а часть из них даже можно испробовать в действии. В Одесском оперном театре на малой сцене «Белитаж» впервые поставили оперу. Ранее здесь проводились только концерты. Первой ласточкой стала премьера оперы «Бух», Жованни Пергалези «Служанка госпожа». Такой вкратце была культурная неделя. Пора ознакомиться с гостями. Я переоденусь, и мы начнем. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова в этой студии. Сегодня представитель ТЮЗа. Уже не в первый раз. Сегодня господин Бубер представит нам премьеру своего театра. Спектакль «Аншлаг», поставленный по пьесе известного в Одессе драматурга Александра Морданя. Здравствуйте, дорогие друзья. Расскажите, пожалуйста, что за спектакль, что теперь одесситы смогут увидеть. Я знаю, что премьера была 12 и 14, первые два дня впереди еще 21 число, когда люди, которые не попали в первые два дня, но интересуются, смогут прийти. Расскажите, чего им ждать, что за спектакль, о чем? Ну, во-первых, нужно прийти. И не только 21 числа, но и далее, далее, далее. Я думаю, что спектакль будет достаточно счастливая театральная жизнь. Почему выбрали эту пьесу? Ну, во-первых, с Александром Генчим Морданем мы дружим уже не первый год. В репертуаре нашего театра есть спектакль по его пьесе «Ночь Святого Валентина», которая тоже достаточно успешно идет. И поэтому «Аншлаг», я считаю, что это одна из... Ну, я не могу сказать, тут сидит родитель, что это самый лучший ребенок, но для меня, мне кажется, что по накалу, по проблемам, по философии, «Аншлаг» – одна из очень хороших пьес. И так как мы хотим, чтобы в нашем театре шли хорошие пьесы, мы обратились к этому материалу и не прогадали. «Аншлаг» – это театр о театре. Пьеса построена все-таки на неком... На некой театральщине. Ну, это да, это некая изнанка театральной жизни, безусловно, потому что в нашем спектакле есть всяческие метаморфозы, и даже принимают участие представители монтировочного цеха и других цехов. Поэтому как-то у нас все... Мы действительно постарались показать, как оно на самом деле происходит. Вопрос к автору. Есть ли какая-то автобиографичность, что ли, в рассказе о весьма успешном человеке, можно сказать, олигархе, который хорошо относится к театру? Вы ведь все-таки успешный бизнесмен, который хорошо относится к театру. Вы знаете, я вам отвечу словами Флагера, который говорил, что Эмма Баваре – это я, и словами Львана Николаевича Толстого, который говорил, что Анна Каренина – это я. Нет такого автора, который бы написал какое-то произведение, неважно, напишет он его словами или напишет он его красками, и он будет отрицать, что там присутствует он. Любой процесс – это процесс творческой самоидентификации. Вот, безусловно, там есть, конечно, какие-то вещи. Вот мы вчера обсуждали, может быть, какие-то нюансы спектакля и вот той темы, о которой вы сейчас говорите, с актером, который играет главную роль, с Виктором Андреевичем Раду. Да, и мы такому взаимному удивлению, значит, мы определились, что мы, оказывается, пять лет ходили в один и тот же институт, Институт инженеров морского флота. Он учился на судомеханическом факультете, а я учился на эксплуатационном. И это были те пять лет, когда мы там учились, то есть не кто-то раньше, кто-то позже. Мы поступили в один год и в один год закончили. Потом, правда, мы выяснили, что он ходил по средам и пятницам, а я ходил по вторникам и четвергам, поэтому мы как-то не запомнили друг друга. Ну, это я так шучу, кто понял. Ну, кто не понял, может, и так и ходили, уже сейчас трудно вспомнить. Но, тем не менее, у нас очень много. А потом я родился в Владивостоке, а он второе театральное образование получал в Владивостоке. То есть есть какая-то такая перекрещивание судеб. Может быть, поэтому мне так и нравится его работа. А вообще замечательно, когда у актера за спиной есть какая-то интересная биография, которая не только включает в себя театральный вуз и театральную карьеру. Это всегда добавляет какой-то дополнительной глубины к его образам, которые он создает то ли на экране, то ли на сцене. Хорошо придуманные истории незачем походить на действительную жизнь. Жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Слова Бабеля, которые являются эпиграфом вашей пьесы. Скажите, я много ваших пьес прочитал в свое время, и мне стало интересно. Они в своей основе, в основном, жизненные. Все-таки это из головы, либо где-то какой-то сюжет вам все-таки принесла жизнь? Вы знаете, я думаю, что любому автору, любому художнику должна быть присуща наблюдательность. Если человек не замечает что-то, не отмечает то, что видят остальные, но, может быть, не концентрирует на этом свое внимание, ему очень сложно будет создать какое-то произведение. Поэтому, безусловно, это, конечно, наблюдательность. Потом это, наверное, что-то я выдумываю, сочиняю, сочинителем являюсь. А где-то, наверное, конечно, какие-то нюансы собственной жизни или жизни тех людей, кто рядом со мной, тех, кого я достаточно долго наблюдаю. Но не даром говорят, что вы поаккуратнее с пишущими авторами, потому что вы невольно можете оказаться на страницах то ли его романа, то ли фильетона, то ли не знаю чего. Но умение что-то подметить, я всегда поражаюсь таланту нашего замечательного земляка Михаила Михайловича Жванецкого, который, в общем-то, формулирует то, что все видят. И, допустим, фраза «Один кричит «отдай», другой не отдает». Кто из них больше жадный? Ну, все это видят, а вот подмечает и фиксирует – это он. Поэтому он гений, а мы вот где-то рядышком. По вашим пьесам поставлено более 30 спектаклей, возможно, даже уже более 40. И очень широкая география. Самой северной точкой, где идут ваши спектакли, по-моему, является театр Уфы. Вы знаете, я обычно не спорю с телеведущими, но их поставлено 150. Самый северный, ну, наверное, это Архангельск. Самый восточный – это вот Владивосток будет, премьера, где я родился, 19 июня этого года. По-севернее, вот у меня приглашение на 20 мая «Магадан». Это постановка по мюзику, которую мы написали пару лет назад с Журбиным по «Листу ожиданий», который достаточно долго шел в Одессе. Самый западный – это Манчестер в Англии. Самый южный – это Иерусалим в Израиле, где Семен Звотников поставил в своем театре «Ковчег». Тот же «Лист ожиданий», тоже лет 5-6 назад. Ну, в общем-то, порядка 150 постановок. Болгария представлена Софией, Бургасом и Варной, разные пьесы. Румыния представлена Петтиештами и Римник-Вялчу. Есть такой городок, благодаря которому Суворов был князь Римникский. Он там турок, видно, отлупил в свое время. Вот. И, ну, понятно, Советские республики там все участвуют, практически все – и Армения, и Белоруссия, и Киргизия, и Казахстан. Безусловно, в России где-то порядка 50 постановок. Вот сейчас ближайшая постановка в мае месяце у меня уже будет на Луне. Есть такой театр Луны в Москве, которым руководит Сергей Проханов, «Усатый нянь», если кто-то помнит. Вот. И вот на сцене Луны будет постановка «Антракта». Это тоже пьеса о театре. Хотя в Одессе я нашла под названием, неприличное название, в русском театре несколько лет. Вы знаете, вот говорят пьеса о театре, пьеса об актерах. Один товарищ очень верно подметил, что все пьесы о людях. Некоторые из них играют в футбол, некоторые работают шахтерами, некоторые работают в театрах. А в общем-то все пьесы о людях. Я почему спросил. Мне вот интересна ваша собственная оценка. Вы учились в математической, если не ошибаюсь, школе. Вы получили, по сути, очень далекое от творчества, высшее образование. Вы самоучка. Талантливый самоучка, который своими силами добился многого. Благо вас поддерживает то, что вы успешный бизнесмен, поскольку все-таки работа драматургом… Не всегда поддерживает, иногда очень мешает. Работа драматургом в нашей стране не настолько раз за передачу, это мешает, это не поддерживает. Так или иначе, вот в этих условиях, осознавая себя как человека, который сделал себя сам, все-таки не бывает иногда желания помочь тем, кто пытается пойти тем же путем. Талантливым ребятам, которые пишут, создают что-то. Почему не возникает? Оно не только возникает, оно, в общем-то, и осуществляется. Потому что, допустим, когда мы с моим тезкой Александром «День, чем копай горой», много лет назад придумали и сделали этот Одесский фестиваль. И несколько лет он существовал исключительно на том, что мы приносили из дому. Не было поддержки вообще ни от кого никакой, а фестиваль уже существовал и набирал силы. Это, в общем-то, одна из мотиваций. Это было дать возможность актерам, режиссерам, творческим людям в Одессе, в которых нет денег ездить и смотреть по городам и весям видеть что-то, кроме антрепризных спектаклей, стоимость билета, на который иногда достигает и 100, и 150 долларов. А как вы оцениваете эти антрепризные спектакли? Ну, они разные, есть и удачные, но в массе своей они созданы для того, это коммерческий проект, они созданы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не нести там какую-то правду в какие-то массы. Эту функцию выполняют государственные театры, репертуарные театры со всеми своими проблемами, но они все-таки эту функцию несут, и они пытаются сделать человека чуть-чуть лучше. Антрепризные спектакли, как правило, стараются сделать человека чуть-чуть беднее, чем он был до этого, забрать у него немножко денег, вот, и в первую очередь для того, чтобы зарабатывали те, кто эти спектакли организовывает, ну, в том числе и актеры, и режиссеры, которые над ними работают. Но, возвращаясь к этим нюансам, я хочу сказать, что фестиваль успешно живет, и у нас на протяжении многих лет практически большинство спектаклей было не просто дешевых, они были бесплатные. Все спектакли, которые шли не на сцене русского театра, как-то на сцене Украинского театра, как на сцене Еврейского культурного центра, Болгарского культурного центра, ТЮЗа, они были просто бесплатные, и это были возможности, а там были и московские театры, и киевские, и дальше по географии очень много чего интересного, и была возможность молодым, самым различным людям приходить и смотреть. Вот. А что касается помощи, ну, если кто-то ко мне за этой помощью обращается, то она ее получает. У меня очень много спектаклей идет в студийных театрах и в Украине, и в России, где я пишу так называемые отказные письма. То есть я не претендую никакой гонорар, но ко мне обращается коллектив и говорит о том, что вот мы студия, я понимаю, что у них, дай бог, чтобы собрались какие-то деньги поставить хоть что-нибудь и как-нибудь, поэтому там отказные письма. Вот. Заниматься благотворительностью, вот, в прямом смысле, ну, наверное, я этим занимаюсь, но это касается, допустим, интернат слепых детей, который существует в Одессе, много лет ему помогают. Это касается центра, которым руководит Борис Литвак, там тоже есть определенная помощь, которую оказывает. Но создавать там стипендии имени-мене или там что-нибудь такое, нет, это я пока этим не занимаюсь. Господин Буйбер, во многих своих интервью господин Мордань очень четко ставит свою позицию, что его возмущает, когда, взявшись на его взгляд уже полностью готовое и самодостаточное произведение, пьесу, режиссеры ее портят. А к вашему режиссеру претензий не было? Не было проблем в работе? Ну, окажите мне режиссера, которому не может быть претензий, нет. Я думаю, что... Не рекомендую, очень дорого. Да, да, да. Но это, я думаю, что это следующий этап, особенно для театра юного зрителя. Нет, я думаю, что Александр Генневич может по праву назвать неким соавтором пьесы молодого режиссера Наталья Афанасьева, которая уже осуществляет в нашем театре вторую постановку. Безусловно, конечно, что-то она внесла, как режиссер, у нее одно видение. Но она очень внимательно прислушивалась к нашим рекомендациям, к моим и к рекомендациям Александра Генневича. И если вы думаете, что уже работа над пьесой окончена, то, быть может, она только-только начинается. Потому что у нас такие какие-то пробные премьеры. Я думаю, что еще будет вестись работа. Ну, я думаю, как минимум в течение месяца есть что делать. Потому что, когда появляется зритель, мы видим то, чего не видно, когда его нет. Поэтому я думаю, что не испортило Афанасьева спектакль, а наоборот, сделало его достаточно интересным и зрелищным. Потому что спектакль вообще для Тюза необычный, потому что через 30 с лишним лет мы придумали накладной круг. То бишь мы потихонечку отходим от тех способов, которые были в постановочной части нашего театра, когда все это трубочкой складывалось, скручивалось, вот что-то выносилось, что-то заносилось. Нет. У нас теперь есть круг, который крутится. И, конечно, картинка от этого только выигрывает. Я благодарен вообще монтировочным цехам и всем техническим цехам нашего театра, которые, в общем-то, сделали маленькую революцию в Тюзе. Конечно, на уровне других театров это даже необсуждаемый вопрос. То есть во всех театрах есть круг, он нормально работает, режиссеры его используют, и все как бы с этим в порядке. У нас этого не было. И для нас это очень большой шаг и очень важное приобретение. А для этого спектакль тем более... в целом техническом положении находится. Ну, в общем, да. Если честно, то да. Но вот как-то вот, глядя на наш спектакль, мне кажется, что он настолько... Сонография настолько сильна. Сонография Ольги Ивановны Смагиной. Костюмы тоже очень стильные Людмилы Войновской. Поэтому я думаю, что мы как-то постарались сделать все для того, чтобы зритель каждый раз не задавал нам такой вопрос, а когда у вас будет ремонт, а вот почему у вас то или это. Мы устали говорить, когда... Ну, мы надеемся, что у нас скоро будет ремонт. И вот как бы с этим вопросом мы закончили. Вот. Нам нужно идти вперед. Мы идем вперед. В этом спектакле потрясающие актерские работы. Конечно, самая мощная это работа «Раду», который сам согласен с тем, что, в общем, такого он не играл. Да и все остальные исполнители тоже. И работа Надежды Машуковой, и Алены Дмитриевой, и Олега Шевчука. И вот так вот впервые такая крупная работа Ольги Саяпины в нашем театре. Я думаю, что это для них достаточно знаковые вещи, и для театра в том числе. Это шаг вперед, это движение вперед, несмотря на не такие благостные технические условия, как, допустим, у моих коллег в театрах. Но, понимаете, если мы будем все время говорить, как на плохо ныть, вот-вот-вот-вот, то мы тогда должны остановиться, театр закрыть, сесть по театрам с протянутой рукой и, в общем-то, собирать милосты. Мы этого делать не будем, не хотим, да и незачем. Поэтому мы трудимся, мы работаем, мы идем вперед. Ясно. Вопрос к вам, господин Марданин. Некоторые люди утверждают, что уровень фильмов, спектаклей советского периода был сформирован именно сложностями, через которые приходилось проходить создателям. То есть цензура, то, что не пропускалось многое, то, что приходилось придумывать, как подать свою идею так, чтобы она и дошла до зрителя, но ее и пропустили те, кто должен был следить за тем, чтобы подобное не было высказано вслух. В то же время технические сложности существовали точно так же в советском кино. Здесь мы имеем ситуацию, что ваша пьеса пробивалась через тернии, будем надеяться, к звездам. На ваш взгляд, пошло это на пользу? Удалось реализовать тот потенциал, который вы заложили в пьесу? Либо вы объективно можете сейчас, развернувшись в камеру, сказать, что, сволочек, почините театр, дайте работать. В случае скажите, чтобы починили. Почините театр обязательно, товарищи, почините. Потому что театр – это не только тот процесс, который происходит в этом здании. Это все-таки здания. И когда здание совершено, то и, как говорится, творцам намного легче. В нем работает. И это практически последний театр, который осталось починить и довести уже, как говорят, в Одессе до ума. Слава богу, несколько лет ушло на реконструкцию кукольного театра. Но он сегодня в прекрасном состоянии. Спасибо тем, кто этому помогал. Теперь осталось закончить историю с Тюзом. И тогда все одесские театры будут на том уровне, на котором они должны быть. Что касается того, что пробивались через те дни к звездам, я очень рад, что у Наташи Афанасьевой, или как мы ее называем, Тоша Афанасьева, у нее получилась вот уже вторая работа по моей пьесе. Она выпустила в театре Нежинской пьесу под названием «Борь четыре руки», которая достаточно успешно шла и идет в Одессе, которая ездила на фестивали в Николаев, получила там гран-при, ездила на фестиваль в Херсон, сейчас поедет на фестиваль молодой режиссуры в город Киев. И мне очень ценно, что в Одессе как бы ширится режиссерская гильдия, расширяется режиссерская гильдия. Я не хочу говорить, в Одессе нет режиссеров, в Одессе мало режиссеров, мало режиссеров и мало хороших режиссеров. И очень много постановок, которые происходят в Одессе, а это режиссера импортная, из России, из Киева. Тут мы не проводим таможенные границы, но это не одесская режиссура, это постановщики, которые приезжают из других городов. А очень хотелось бы, чтобы в Одессе была собственная режиссура, одесская, не только по прописке, но и по своему духу, и по своему пониманию и зрителя, и театральной ситуации в городе. И вот эта Тошина работа дает основания нам на это надеяться. Хорошо. Еще одна цитата из вашей пьесы. «Я выбрал вас для спасения, не получилось. Когда человек тонет, его может спасти только тот, кто рядом. Это условие необходимое, но, увы, недостаточное. Простите и прощайте, представление окончено». Это практически уже завершение вашей пьесы. Вы в одном из своих интервью не раз говорили о том, что как важна для театра современного все-таки надежда. А здесь как-то заканчиваете? На печальной ноте. Нет, все-таки у меня морское образование, но ведь оно дает себя знать, и там абсолютно правильно, и как вы отмечали, ему предшествовало математическое, достаточно серьезное образование. Поэтому спасти может только тот, кто рядом. Это условие необходимое, но недостаточное. Поэтому человеку, который рассчитывает на спасение, ему нужно еще жить, жизнь свою жить, наверное, по каким-то правилам, по каким-то критериям, которые дают ему основания, что спасут и его. Для этого ему нужно кого-то спасти. Там замечательная такая притча о том, как человек шел по мосту и увидел, как незнакомая девушка бросилась с моста в реку. Он хотел было за ней броситься, но что-то его остановило, страх, наверное. Потом он много приходил на этот мост, часто приходил на него и говорил, девушка, ну прийди с моста еще раз и спаси нас обоих. Понимаете, дай мне этот шанс. То есть этот человек, я не буду сейчас рассказывать за две минуты то, что два часа происходит на сцене или там на сорока страницах этой пьесы, но все-таки люди ничего не придумали, наверное, лучше, чем одного замечательного библейского правила. Не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. И те люди, которые живут по такому закону, они имеют намного больше шансов, что их спасут. Спасибо за интересное интервью. Спасибо за внимание. Дорогие зрители, время, которое для вас было отведено, наблюдать за нами, окончено. Мы остаемся пить чай. Нашим гостям я вручаю подарок от наших друзей и спонсоров сети салонов «Пряная хата». Здесь замечательный чай, Пуэр. Говорят, очень стимулирует творчество. Значит, то, что нужно для вас. Вас ожидает еще анонс литературы. Ну, а мы здесь посидим, пообщаемся, чайку выпьем хорошего. До встречи. Ну что ж, я снова в домашнем, и пора поговорить о вечном, о литературе. Вообще, есть много вариантов того, чем можно занять себя вечером в будни, пока ждешь новый выпуск «Нового вечера». Но хорошая книга, как говорил Иван Ургант, должна зажигать человека, как... Хотя не надо, его фразы сейчас не всем нравятся. В общем, вот вам наши рекомендации. В издательстве «Эксмо» выходит кулинар Роман Мартина Сутера, популярного швейцарского писателя. Секретом древней аюрведической кулинарии томильца Маравана с детства обучала двоюродная бабушка. Мальчик научился готовить раньше, чем читать, и обнаружил, что его тонкий вкус и обостренное обоняние позволяют ему проводить смелые эксперименты с необычайными сочетаниями вкусов. И при этом не слишком отклоняться от вековых традиций народной кухни. Он хочет выделить саму душу, эссенцию пряности кари. И, наконец-то, ему это удается. Его упорство вознаграждено, и в результате тайны аюрведы, неповторимый вкус авторской кухни и сила мощных природных афродизиаков оказываются в его власти. Издательство «Азбука» предлагает читателям дебютный роман Франческо Фьюретти, автора, считающегося наследником знаменитого Умбарта Эка. «Тайная книга Данте» — роман в духе нового поколения итальянской литературы. Все в Равене полагают, что Данте скончался от малярийной лихорадки. Однако, кажется, не все так просто. Возможно, поэт обладал некой непринадлежащей ему тайной, и кому-то это сильно не понравилось. Антонио, дочь Данте, его врач Джованни, прибывший из Лукки специально для встречи с поэтом, и бывший тамплиер Бернар, сомневаются в естественности смерти гения. Они начинают двойное расследование и тут же обнаруживают спрятанное в тайнике таблицы и зашифрованное сообщение. Не очень-то, видимо, был хороший тайник. В общем, выясняется, что Данте вовсе не был всеобщим любимцем, но кто именно из недоброжелателей подослал убийц? В чем связь шифра из последних песен божественной комедии и тайны Ковчега Завета? На этом все о книгах. Мы прощаемся ровно на неделю. Для вас наш музыкальный десерт. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА